Ты где? Где это я? Ты в параленном мире, Фёдор Что? А ты кто? Ты это сделал? Уомстил Чем так именно? Чтобы семьи обоялись Что это у тебя? Это чтобы взорвать город Нет, стой! Лавбот, что случилось? Произошел взрыв И вы, кажется, полгорода взорвали И никто не выжил, кроме меня и вас Это я сделал, всё-таки Как думаешь, правильно я это сделал? Это было ваше решение Я был создан, чтобы выполнять приказы Это дьявол? Да Ты что, умер? Я умрю, что ты смертен благодаря своему красному пристал Тогда почему я здесь? Я хочу тебе показать то Ты всегда задавал вопрос Какой? Чем у тебя такая речь? Где это мы? Почему это место похоже на мой садик? Ну что, что? А тебе полезно? Нет Из-за этого кутара у тебя произошла и дезертрия, связанная с органическим повреждением речевого аппарата, который твоя речь стала искоржённой и негативной Пешка, она меня всю жизнь испортила Из-за этого голоса она давно издевалась и всё поводит Одри, тот спиллер вновь, миллион четверо спиллеров, которые убедили единство Красный, имеет способность создавать и рекламировать любой объект Синий, может тебя отправлять в другие миры Жёлтый, может делать гипноз, чёрный, может создавать опасное оружие, которое ты хочешь Затем мне всё это надо Лена, думаешь, что ты, когда взорвал пол города, все погибли? Ну конечно, от такого взрыва никто бы не выжил Перед взрывом, твоих четверых ворогов перенестили в плохую землю Его? Их перенестили пришедшие не Крастом Крастом, значит Прикольно Я помню, что когда мы дрались в первый раз с Легиона Мегидар Взрывает Декстера, но это на самом деле был его клон Ага, а я в то время пока не мерзаю костюм Я помню, когда Стрифт и Декстер сражались, мы улетели в космос Здорово Чё надо тебе? А что не так? Я же плохого ничего не говорю Что, тебе это нужно? Да, мне скучно одному Ну что, понравилось тебе с моими друзьями? Ага, круто У меня в пыло, у меня появились друзья Друзья? Зачем он тебе нужен, этот школьник? А наиболее благодаря ему я могу вернуться на свободу Ты явишься на землю? Ты это время, когда я это хотел, и все члены тут будет пока А это кто? Меня зовут Адольф Гитлер Ты тот самый фашист, что ли? Верно Что мы будем делать? Устраивать свои порядки Ну что, ребят, пойдем в багаж Давайте А вы знаете, что нашего босса завалили? Чё одного, серьёзно? Это, походу, отряд Я бы их завалил бы их Молчи лучше, Блендер Ты вообще даже мелкого школьника не завалил О, здравствуйте, друзья Декстер? Ты что, призрак? Да, тебя же грохнул, мужик, пойми, стрифт Да, и я пшел, твою мать Но запомните раз и навсегда Меня зовут Декстер, не дубак Не Даблин, не Декстер Ну да, они даже твоё имя не помнят О, Виктор Андреевич Да Максим, беда Что случилось? Симпионаты напали, помогите Ждите нас Торопитесь, пожалуйста Они как будто из текушки сбежали В один и тот же день Ну что, погнали Тебе мне не долять во мне силу дошурака Тогда во мне силу лейса Это ты, лорд Киселёв из параллельного измерения? О, да? Ты скоро встретишься, пасты не бросил ко мне Вот я, осёл Да, что у вас там? Симбиоты пойманы Скоро ты будешь поймать, что? Поговорите мне ещё Я всё помню Я всё помню, кто у вас, который летал уже в своей земле И сейчас крабеет И не давать Ты же потом отомстил Да, и не могу ещё раз Мне надо найти эту четвёрку Это те самые? Да, зайцы в гадюшке Не поняла, откуда они появились Каждым делами занимались Типа спасения мира Походу, они уже спасли Кто ты, Полин? Да ещё вот, Ань Чувось, миссия Надо уйти Не хватало, чтобы наши двойники нас увидели Ни хвена себе, что за дракон? Куда вы все хоть занесётесь, а? ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Красава, Леня. Максим, опять симбиоты. Только на этот раз они хотят уничтожить город. У меня к тебе вопрос. Почему ты выглядишь как я? Тебе в это поверить, я тоже Федя. Только из параллельного мира. Картанус, не знаю, что ты на это раздумал, но с тобой покончу раз и навсегда. Похоже, это наша земля. Я снова живой. Зачем ты нас телепортировал? Мы почти уничтожили их там. Таким делом я должен это делать. Мы бы избавились от них, идиот. Так, ладно. Идите в жоп-лопа. Да, ну и ранимые дети. Идиот, почему все учатся, получаешь хорошие оценки, а ты получаешь же не двойки? Скажи подробнее. Посмотри, перед тобой Макс из твоего измерения. Мои он психопаты-злодей, и он пытался меня убить. Понял, когда я пытался тебя убить. Да не совсем. Дело в том, что ваш пришелец красным переместил ваше измерение, заменив вас на время. Снял вопрос, если я и Макс лучшие друзья, то в нашем мире мы враги? Совсем. Наш Денис пытался дружить с нашим членом. Кстати, а где мой двойник? Мертв. Что? Тут-то я шаурму захотел. Я не шаурма, тут город разрушен. Так, отвалите, а! Ашига Габрила был таким же обменным. Тут как будто война была. Вот черт! Слушайте меня, тот придурок нас, короче, привел в этот параллельный мир. Нам нужно вернуться обратно. А где этот чутик в шлеме? Обиделся и свалил. Это кто? Это кто? Да ты уже не отдастся, если ты мне попадаешься. Ты в порядке? Сэр Андреевич, это вы? Сэр Андреевич, это вы? Ну не надо тебе видеть, надвоевать ты всегда был. Таким не лучше, Ксирио. А ну, копал же она? Замолчи, ровнусь, закрой! Думаешь, что говоришь? Прекратил уже про Максима думать. Это не он, наверное, город взорвал. Кто тогда? Гитлер. Кто такой Гитлер? Ты ровришь? Ты не знаешь, кто такой Гитлер? Первый раз слышу. То есть в вашем мире не было Гитлера? Тормоз. Билд, тупой. Фу, все любал. Почему твой брат младше, но он умный и тоже сидит в компьютере? Все равно умный, а ты тупой. Дядя, он придурочный. Иди уже, мандужа. Богдан, а есть друзья, а ты один. Вот, Декстер, мы с тобой будем покорять все миры. Что? Что ты хочешь? Метку власть. Так, меня в это не путай. Ладно, только сделай мне одну вещь и катись. Абот! Да, слушаю. Отмени, я твой господин. Ты будешь слушать только мои приказы. Как скажете. А где сам лорд наш? Что это голова? Что это голова? Что это голова? Что надо тебе от меня, а? Гитлер хочет, чтобы мы к нему присоединились. Какого черта я должен это делать? Сам не знаю, зачем ты нужен, но я все, ушел. Значит, мой двойник в этом мире сзади. Но я это не он. Я тебе верю. Какого черта их много? Это бы было их двое. О, Крастен, ты как всегда вовремя. Конечно, знаю я вас, как я вас остановил. А потом ты откуда взялся? Крастен, Квартира, увидел, что вы в беде. Максим, что? Ты иди, ты в портал видишь наш корабль. Кто вы такие? А, по-моему, я не знаю. Ага. И ты про этих пришельцев, которые недавно роботов подожгли? Я не понял, какие это проблемы у человека. Виктор. Да нет. Качок. Топ. Знаешь мое имя? Виктор, в такой хей. Ты в безопасности. Ничего страшного. Просто он вас первый раз видит. Так, Федя, ты кучом? Давайте я вам всё объясню. Вот смотрите, это наша Земля. Назовём её Земля-1. Есть другая Земля, и это Земля-2. Она может отличаться от нашего мира, как в отдельных деталях, так и кардинально, практически во всём. Вот как вы видите, Максим и Федя на Земле-1 супергерои. На Земле-2 Максим владеет. А Федя простой школьник. Да, логично. Значит, как я понял, у вас есть двойники из параллельного мира. Верно? Это что получается? На другой Земле я богатый, возможно? Серьёзно? Игорь, ничего смешного я не вижу. Ты, возможно, на другой Земле ты бомж. Верно, параллельные миры могут разными. И поэтому хватит ржать. Альтверден, Дивельтен, инмайнен, хейдензайн. Ау, Гитлер. Адольф! Я с тобой пойду. Я хочу расквитаться с одной девочкой. Хорошо, только ты будешь меня слушать. Я никому не советую сразу нападать. На руки 7-8, мне этим кажется. Да, мне почти оба не сломал. Чтобы отдали с злобного двойника, надо, чтобы его успокоили трое, похожие на него. М-м-м-м, интересненько. Ну, кто ещё такие? Успокойтесь, мы не войдём. У тебя голос у меня. Ты что, план? Не совсем. Я твой двойник из другого мяча. И что случилось с твоим мячом? Это у меня от ударов демонов. Хочешь, случилось с вашим миром? В того поколения секрету давно. И из портала стали появляться демоны и убивать всех в порядок. После этого момента я и Макс защищаю людей от демонов. Странно выглядит в точь, как наше измерение. Мы точно в параллельном мире, Крастон? Да, мы на другое измерение. Вы кто ещё такие? Успокойся, я просто в мире. Это я. Вы что, кланы? Мы из параллельного мира. Параллельный мир, Денис, лишь то я. Да, это я. В моем мире ты злодей. Сначала я мёртвый. Потом я злодей. Что дальше? Я буду деткой? РАЙДЕР! Шасик, помоги ему. Все, довольны. Возвращаешься на Земля-1. Значит, у тебя отца нету. У тебя будут заволны Земли-2, верно? Офигеть. Вот ничего не ожидал, что передо мной будут мои копии из двух миров. Да, согласен. Вы мои двойники? Да, очень интересный костюм. Да, у вас обоих тоже. И с октопоспособностям. Я согласен не имею, я просто стреляю. Ну, я умею обращаться с мечом. У меня когда-то паука укусила на моей земле, и я столкнул к паукам. Вы, кстати, ребят, любите светку? А то... По голове постучи. Главбот, проломи эту дверь. Вы кто такие? Я щас... Максим, Богдан, подошли сюда, быстро! Скажите, вы выросли хорошими или плохими людьми? Я по-хорошему вырос. Максим, не... Я не знаю. Не знаешь, тогда тебе надо за это мудухать. И да, с этого момента за любой косяк без разбора мудухать. Поняли? Нет, верно? Не надо в путь позабавиться. Ты бы всегда ненавидел. Максим, это ты. Макс? Да? Да? Это, наверное, вот это мне. В твой квартирёк. Кто он? Твой двойник. Вар, ты селил, что ли? Да, и он напал на твоего отца. Что? Я его щас пробил за это. Подожди, у меня есть план. Ты тут самый из этой земли. Верно. Только я не залей. А герой, который надирает тебе зад. Герои погибают. Чёрт побери, что тут творится? Я что, в цирке? Он заработал. Да, угадал. Ты же самый красный. Да, ты угадал. Они же мои враги. Они типа не враги. Говори, где они? Простите. Хватит тебе и так больно. Я тебе сейчас покажу тебе настоящую боль. Хватит тебе, давайте сюжеты все вместе. Эй, эй, чё за дела? Сил намеренно нет. Ты без сил. Я все равно уйду отсюда. Все знаем. Что именно? Про тебя. Мы сожалеем, что с тобой так плохо обращать людей. Но это не плохо, чтобы всех убивать. Особенно нападать на моего отца, который тебе уж точно ничего не сделал. Вам не понять, что я чувствую. Это у вас все хорошо, это у меня все плохо. На моей земле все люди на меня смеялись, оскорбляли. И самые ужасные у меня были таксичные родители. Я каждый день слышал, как они ругаются постоянно. Но у меня еще был младший брат Богдан. Они его больше любили. Всегда говорили то, что он лучше меня, то, что он умнее меня. И то, что он добьется жизни, а я ничего не добьюсь. Еще у меня есть дефект речи. Виновата эта мразь Гадюшкина. Она мне тоже испортила. Из этого голоса мы бы знали, сколько будет много проблем. Если меня кто-то не понимал, все подходили, жаловались моей маме и говорили то, что... Почему я так странно разговариваю? Я его не понимаю. Мне всегда это было неприятно. Был моя воля, я бы им за это языки вырвал. Но это ладно, еще цветочки. Помню, учитель по-русскому. Он подирался к моей речи прям постоянно. Как я ставлю ударение. Как я вообще разговариваю. Я его именно из-за этого ненавидел. Это было, как по мне, логично. Я, знаете что? Не знаю, может у вас не было точно такое. Но у меня жизнь просто ад. Ад, говоришь? Ты бы знал, что там в моем мире произошло. Там, блин, демоны. Они всех побивали. Побивая мою семью. Даже некоторых моих друзей. Остался лишь Федя Зайцев из моего мира. И все. Теперь мы оба сражаемся с этими тварями. В тот день, когда меня укусил какой-то странный паук. Я стал, конечно, странно вести себя. Я не спорю. Вы бы знали, как я вел себя неадекватно. Да, я справлялся вначале очень туповато. Но потом я стал сражаться с преступностью. Потом я сам, кстати, создал своих врагов. Дело в том, что каком-то, не знаю, я не помню, что это было за место. Там были какие-то, я не знаю, как вам сказать, слизи. Прям живые. Прям сбилось какой-то. Я их выпустил случайно. И в тот день были мои доказчики. И попали два из них. Федя Зайцев и Денис Сухариков. И с тех пор я сражаюсь под потрошителем и с райтером. Вот, вот, вот. Слышал? Силу, что у тебя все хуже. Прям ад. Я, конечно, не такая ситуация, как у вас всех остальных. Дело в том, как это очень странно звучит, пролечал один человек из прошлого. Он связан с моим прадедом. Да-да, прадедом. Иваном Киселевым. Тот же самый, который участвовал в мировой войне. И его звали Николай. У него было прозвище. Стрифт. Так вот. Стрифт, это, как бы сказать, довольно опасный противник был. Потом он стал хорошим. Он даже спас нас. Он отдалил одного злобного пришельца. Ну, убил его или что там было, я даже не знаю. Потому что мы дальше улетели. Я, конечно, сраный пример привел, но я намекал то, что не только у тебя прям все плохо. Всех по-разному, понимаешь? Вот, например, в моей школе тоже кто-то мне зла желает. Но есть некоторые люди, которые мне, наоборот, добро желают. Так, например, мои родители. Нет, конечно, твои родители, я сожалею. Токсичные, я тебя, правда, сожалею. Увы, что могу поделать. Но у тебя должны быть друзья. Друзья? У меня их не было. Не было друзей? Серьезно? Я сказал, я совсем был один. Максим, ты неужели в такой степени ты был один? Да-да. Хем на меня наплевать. Да ты гадюшкина! Ставьте нас! Ещё один мозгоправо пришли. Максим, покойся, никто тебе зла не желает, правильно тебе сказали. Ой, ты хоть что знаешь, а? Вот что ты хоть знаешь про меня? Вы не знаете, что я чувствую. Слушаю тебя, я понимаю, что ты чувствуешь. Нет, ты не понимаешь. Нет, знаю. И ты не уж такой злодей. Ты хочешь услышать одобрения от окружающих. Ты хочешь иметь друзей. Я тебя понимаю. В твоём возрасте я тоже был изгоем. Но когда я познакомился с Кратеном, всё стало по-другому. Он стал мне лучшим другом. Да, мам. Ты хочешь видел сколько времени? Быстро иду в квартиру. Да, угадаю, мама. Дорогой, что я долго научился. Оно же не должно знать, что у меня только папа знает, что я типа супергерой. И верьёт весьма выживо. Да, я понимаю тебя. Сколько раз говорила вам? Время шесть вечера, чтобы были все дома. Все наказаны. Сыновья, я вас люблю. И поэтому я вам запрещаю вам быть этими супергероями. Вам ещё рано брать под эту ответственность. Я за вас переживаю. Глеб, ты где? Я кому уже разогреваю? Ну, Данечка. Мы типа под домашним арестом? Да. Вы и Максим учились вместе в школе. И вы его раздели. Нет, это неправда. Ага. Только вопрос. Почему он так говорил? Все на весь корабль было слышно. Потому что он вред. Вот знаешь, иногда трудно не поддаться страт тому чувству. Начинаешь травить кого-то, кто окажется смешным или слабым. Странным. Чего ты о нём? Вот скажи, почему ты делала с ним? Почему я сразу, только не я? Я сейчас про себя. Не о других. Ты так делала, потому что так делают. Это нехорошо, понимаешь? Вот он тебе что-то плохого сделал. Он взорвал наш город, где погибли мои друзья и моя мама. До этого он ничего не делал. Я слышал, что он сказал Смоку и Кассана. В моей планете был один пришелец. Выглядел как я, только он был карликом. С ним тоже смеялись, и особо никто не замечал. Но он предложил одну идею. Но не всем понравилась она. И произошёл ужас. Всё нормально, мальчик. Да. Вы знаете, милый, когда я смотрела на этого мальчика, я в нём видела Дрикса. Дрикса. Да, похожая ситуация, так он тоже хотел отомстить всем нам. Давай лучше не об этом. И давай, если начали. Рэд? Ты что, избежал? Как? Я заплачу за то, что убил моего отца. Да, не надо. Я упью тебя. Д размер. Представ Pasёл Скипунь на меня, не действует. Харрох, ухаррох, ухаррох. Я знаю, что тебе страшно. Ты это сделал, чтобы спасать своего отца. Ты действовал бы эмоционально. Здравствуй, Полина. Почему надо опять? Ты же можешь становиться симбиотом, верно? Я до сих пор не слушаю её голос. Могу тебе помочь от её избавиться, только при одном условии. Что за условия? Кажешь, где твой отец, и я избавлю тебя от этой красной дряни. Пошёл ты. Умрешь за то, что делала. Умрешь за то, что делала. Умрешь за то, что делала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, хрен с тобой Здравствуйте, Юрий Андреевич Ты директор школы Делаешь все ваши лучшие парни Так вот, я вам соболезную Вчера ночью Я ее сбросил с окна И убийца, который с ней улетел Взял кусок стекла Ну и в общем Мне жаль Ее убили Что случилось? Делал то, что сзади сбежали И лорд Телев убил полену Из этой земли Я знаю, что ты согрешил Ты хочешь о чем? Я все узнал, я полубог Я думал, что это полезно За мое замерление Я не подумал Не подумал, не подумал В общем, твою проблему Ты не думаешь Да, я знаю, но Давай-ка так Скажешь честно, я тоже Убил одну девушку Я сожалею об этом Какие-то... Я просто сильно хотел мести Я просто помню Прошлое Не знаю, как это Забыть Я не знаю Все эти оскорбления Из-за этого голоса Я тебе вот что скажу Я всегда Какой пескалявый Хотя мне очень много лет Ты знаешь, что у тебя Проблем с речью Я прекрасно уже понял Ну, главный характер Какой ты сам В твоем голосе Запомни Не только ты плохо разговариваешь Некоторые даже взрослые Мужчины Которые около 40 лет Тоже плохо разговаривают Ротовые какие-то Я всегда говорю, что ты знаешь Не только ты один такой Мне у всех идеальный рейт Запомни Тихо, успокойтесь И ты тоже не бойся Вот знаешь Не ожидал Что ты так спятишь Я не знаю, что сказать Да, я убил невиновную Но... Это ты убил ее Так, я не понял Кто его сюда притащил Это я Он меня урожал Похвайт, прекратите драться Полина, ты что, жива? Да Та, Полина, к которой мы подумали Заткнись, Дакстер Ты же был мертв Нет, он мой папа Мы из параллельного мира Че, что за прят? Да во всем я виноват Если бы я не поссорил с родителями И не ушел с своего дома Мне бы не удорвают Проклятые молнии Я бы сейчас был у себя вот дома Я лучше ничего не делал Во всем я виноват И я лучше уйду А я сожалею о том Что я когда-то хотел найти Подработку Меня кинули на деньги Я после этого поссорился С сыном с родителями А с вами с отцом И когда я ушел из дома Папа за мной пошел Я там захожу в магазин Там у меня не хватало Деньги на напиток Кассир прогнал меня И там оказался вор Меня он не тронул Он только деньги своровал С кассы Когда я ушел на улице Там тот кассир попросил Вызвать полицию Но я когда обиделся на него Я послал его И тот крабитель И мой отец Солкнулись И он убил его Выстрелив его из пистолета Я сильно сожалею о том Что не вызвал полицию Мой отец бы Был бы жив Да Я хотел чтобы того дня не было Да но напали демона Все мы о чем-то сожалеем И это нормально Так как у вас есть чувства Я знаю что ваше прошлое Причиняет боль Одно из двух Можно или от чего Прятаться или извлечь урок Боже да у меня тут гости Мы не станем тебя избивать Хоть ты этого засуживаешь И да и ты проблема Помимо всего прочего Вы трое Выше всех И это значит богом Да Да Крастен Что мы называем богом Зависит от вашего племени Крастен Только у всех свой бог Всегда за свои Никто на небе и не вмешался Когда мальчишка и отец Запер меня на чердаке Ночью пытался вылезти через окно Оно было слишком узким Я даже снял одежду Чтобы протиснуться Слышу шаги по лестнице Стянулся стола старую скатерть И прикрылся ею Причем отец долго смеялся надо мной Этот эпизод из детства Принес мне массу страданий Я знаю что ты имеешь дело с дьяволом Я его вторая его слуга Знаю что у тебя есть спиннер миров Ладно Все равно одеваться некуда И все так просто Значит жена нет О Была только она мертва Наконец я тебя прикрою Спасибо Главбот это ты? Да это я Я хорошо помню как он все воевает Нормальный главбот мне предал О Макс Он же главный здесь роботов Он подключен касаемый роботов Знамик понял Молодцы дети А вот с тобой можешь поговорить Я хочу узнать правду Какую правду? По-настоящему со мной дружу или нет? С тобой? Ха-ха-ха-ха-ха-ха На хрен ты мне нужен? Ты идиот тупой И еле понимаю что ты говоришь Знаешь в чем моя проблема? В твоих одноклассник Не в твоих родителях Даже не в твоем дефекте речи Ты даже общаться не умеешь с людьми У тебя а вот поэтому и нет друзей Сам не знаешь что ты несешь Люди тебя не понимают АААААААААААААААААА Я УБЬЮ ТЕБЯ Да... Силев используй гнев ... ... Как же как и я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роз! Нет, уйди, дай мне его прикончить! Если ты его убьёшь, чем ты будешь лучше его? Осталось, из-за него я таким стал. Ты станешь преступником. Я не хочу, чтобы из-за него ты испортил себе судьбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этого момента ты больше ни с кем не разговариваешь. Ты молчал. Считай это пощадой. Думаешь, ты непобедим? Ошибаешься. Али, можно с тобой поговорю? Что тебе надо? Я хочу извиниться, я син с ожилевшей натворил. Молодец, что хотя бы извинился. Но твои извинения не вернут мою маму. Только о себе думаешь. Вот скажи, перед чем взорвал город? Подумал, что у других есть семья, а ты убил всё? Иди от меня. Узнаешь, я её понимаю. Но не волнуйся, пройдут дни, и она остынет, и простит себя. Спасибо вам, ребята, берегитесь. Ваш слава, дорогой господин. Хорошо, теперь я наделаю работу сам. Спасибо.